Привет всем! Сегодня хочу снять обзор на отдельную версию альбома Кристины Агилеры, который так и называется Кристина Агилера. Я как понимаю, это первый альбом Кристины, просто переизданный, и, по-моему, он у меня из какой-то страны. Но сейчас увидим. Здесь у нас плюс ремиксы. Ну, давайте смотреть, что здесь предлагают. Это у нас японская версия. В принципе, первый альбом. Давайте заценим, что у нас здесь. Здесь у нас, если что-то видно будет, стандартный трек-лист первого альбома по 12-ю песню. Дальше идут две песни, которые не входили на альбом, но они были на синглах. Вот A Miracle и Don't Make Me Love You. Дальше идут ремиксы. Вот они белым выделены. Ну, как-то так. Так, в общем, японские версии, мы знаем, любят все. Все-все-все всунуть альбома. А диск оформлен в стиле Мирофлэхо. Но мы видим здесь как бы не только... А, нет, здесь только... А, нет, смотрите. Здесь есть вот этот вот ремикс на испаноязычную песню. И задний, кстати, как на обычном альбоме Кристины Агиллера. Что у нас здесь с буклетом? Буклет, буклет. Буклет – это чисто буклет альбома первого Кристины Агиллера. Так, здесь у нас японская вкладочка. Сейчас ее посмотрим. То есть видим этот печально малостраничный буклет. Но он абсолютно идентичен. Вот кроме вот этой красной штуки, там чисто обложка идет альбома. И давайте посмотрим, что у нас японская вкладочка. Здесь у нас все треки переведены на японский. И здесь, походу, биография, потому что здесь какие-то года написаны. В общем, не знаю, что там написано, честно. Но я думаю... А здесь вот прям, смотрите, текст песен. Вот это явно Джиннина Баттл, судя по данным песенам. Ну и, судя по всему, это текст, переведенный на японско всех песен с альбома. Еще и выполнены в стиле. Это все такие вот закругленные. В общем, японцы постарались на славу. Они выпустили абсолютно идентичный... Ну, так, относительно идентичный буклет первому альбому идентичный. И еще и перевели все песни на японский. То есть это любители хараоке явные. Так что вот какие версии стоит брать. В общем, такой вот был обзор на первый альбом Кристина Гилеры, который выходил в Японии. Он там, наверное, может, уже перевыпускался чуть позднее, чем он вышел. Сейчас можно, кстати, попробовать год найти. В 2000. Ну, не так уж и позднее. В общем, такая вот версия. Посмотрите, брать или нет. Ну, она, честно, интереснее, чем обычно. Но она не с оригинальной обложки. Для фанатов лучше брать обе. Для любителей можно взять только эту. Но она явно будет дороже стоить, потому что это Япония. Вот. Надеюсь, вам понравился данный обзор. Огромное спасибо за внимание. И пока-пока.